Начинаем обзор наших виноградников. Сегодня у нас 4 августа. Мы смотрим деревенский участок, молодые посадки и столовые сорта. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Так, вот эти вот светло-розовенькие гроздочки. Это у нас полонез 50. Тоже, к сожалению, из-за листьев еще не во всей красе. Не все видно, но специально пока не убираем, чтобы не было солнечных ожогов. Потому что, к сожалению, солнце в этом году какое-то кусючее. Вот поближе покажу. Вот такая гроздочка. Скромненькая, да? Вот и такая ягодка. С таком красивом розовом окрасе. Ну вот отсюда же, вот там еще гроздочки. И там еще черный хрусталь. Тоже такие очень приятные гроздочки. Что по размеру, что по цвету. Покажем поближе. Вот, киш-миш. И те годы, даже в крупной ягоде у нас косточек не было. Интенсивно окрашивается. Очень красиво на солнце. Особенно закатно. Тут вообще лепота. Вот захожу с другой стороны. Тоже показываю. Полонез и черный хрусталь. Тут чуть-чуть поскромнее гроздочки. Немножечко. И у обоих уже начинает зреть лоза. У нас прямо Украины. Грозди в этом году небольшие. Ягода тоже небольшая. Я, кстати, показывала, что у нее ягодка некоторая дулась под колпачками. Ну, надо понимать, что прямо Украина. Это сорт не рыночный. Впрочем, ну, как бы для себя покушать урожаем. Вполне, с учетом того, что мы еще тут не заняли ей все место, которое отведено. Так что покушать хватит. Покажу еще с другой стороны. Но, смотрите, начало августа. Вот ягодки такие уже желтенькие. Особенно вот эти мелкие. Уже такие довольно прозрачные. Надо сказать, что съедобные. Уже чувствуется вот этот цитронный мускат. Да, еще есть кислота. Еще маловато сахарку. Но, тем не менее, созревание идет вовсю. И, наверное, недельки через две она уже будет прям такая совсем созревшая. У нас голодухи. На самом деле, можно мелкие ягоды щипать. Уже будет вкусно. Я, честно говоря, не ожидала, что она уже почти готова. Вот, смотрите, вот в теньке ее грозди. Вот такие. Не самые плохие, честно говоря. Да, они не идеальны. Вполне. Да, где-то вот помельче ягода. Не где-то покрупнее. Вполне. Ну, глаза, да, желтенькое. Вот это тоже все прямо у Украины. И вот это тоже. Здесь пестрые. Ну, пестрого грозь небольшого. Начинает окрашиваться. Вот тут у нас его немного. Вот такой вот пестрый. Вот это у нас сигналки бубы. Немножко такая ягодка. Начинает размягчаться потихоньку. Вот такие вот грозди. Ну, размер ягодки такой немаленький. Впрочем, название. Поскольку наш ребенок смотрит мультики про бубу. Понятно откуда. Опять же, вот показываю на второй плоскости. Смотрите. Вот ягодка хорошенькая. Ну, вот эти в тени. Поэтому еще пока тверденькие. Здесь у нас выставка. Вот такая. Это роза ранее. На крайних побегах плодоносит. И вот пока куст недов сформирован. Сила роста большая. Надо было нагрузить побегами. Поэтому так получилось, что грозди валяются на земле. И дабы их там не ели слизняки. Я их вот так вот разложила на ящички, на досочки. Ну, смотрите. Есть плохое опыление. Вот. Горошение. С одной стороны. С другой стороны. Это кишмиш. Да, бери и кушай с удовольствием. С другой стороны, опять же, есть грозди. У которых хорошая, большая и крупная ягода. Конечно, для рынка может быть вопрос. Но для себя покушать очень даже неплохо. Причем вот там грозди, вот здесь. Грузится очень хорошо. Большая сила роста. Вот такая вот роза ранняя. Но пока не окрашивается. Она будет такая немножко розовенькая. Здесь рядом божина. Вот такие грозди. И такая ягодка очень хорошего размера. Уже вовсю размягчается. Вот тоже немножко покажу ее с другой стороны. Вот тоже такие плотные, увесистые грозди. Здесь у нас белоснежка. Первое плодоношение ее. Ягодка скромненькая. Гроздика скромненькая. Такая уже ягодка вовсю желтенькая и мягенькая. И лоза. Вот. Такая совсем желтенькая. Шарада в начале сезона несколько хлорозила. Вот так неплохо грузится. Кустик небольшой. Но очень красивый и эффектный. Ягода практически в полном окрасе. Шарада она сроком очень ранняя. Пока не пробую. Но думаю, что достаточно скоро будем ее кушать. И рядышком вот такой красивый подарок. Несвятая. Небольшой кустик. Мне кажется, мы тоже его позже досаживали. И такие вполне себе гроздочки. Окрашивается вовсю бровисимо. Но опылился вот не очень. Зато эти ягоды точно будут без косточки. Вот такой красивый. Желто-розовенький окрас. Тоже из-за листьев не особо все видно. Но пока листья не убираем. Еще немножечко под дождем. Вот это у нас слава Украины. Опылилась так себе. Ну, неплохие гроздочки. Неплохой размер ягодки. Вот посмотрим со второй стороны. Ягодка уже желтенькая. И во все размягчается. И вот это вот рядышком гроздочки. Это гроздочки хелены. Ну, то же самое. Гроздь размягчается. Правда, ягодка пока небольшая. Может, она такой останется. Такой год. Кишмир запорожский. Вовсю красится. Переехал сюда. Опыление, конечно, по-разному. Где-то скромнее, а где-то очень даже и неплохо опылился. Здесь у нас вот такая небольшая дженнифер. И начинает ягодка розоветь. Ну, это уже вот кустик небольшой, а лоза уже желтеет. Вот дынька тоже на выставке. Вот так вот все разложено. Смотрите, как там красиво в контровом освещении светятся гроздья. И такой приятный нежно-розовый цвет. Очень красивая. Конечно, опыление тоже разное. Вот здесь ягодка мелкая. Ну, руку подставляю, чтобы вы примерно ориентировались с размером. Ну, а здесь размерчик совсем другой. При ее урожайности. Тут много, много. Сейчас я еще вторую сторону покажу. Есть, чтобы посмотреть. Она, конечно, очень сильно росла. Вот немножко видно ее ребрышки. И опять же, при всей ее сильно рослости, смотрите, что в этом сезоне происходит с лозой. Она уже желтенькая. Вот для понимания масштаба. Вот такая. Вот рядышком, рядышком. Ну, а рядышком вот такие аккуратненькие гроздочки, начинающие розоветь. Вот, вот это Дарвика. Вот, смотрите, какая красота. Уру. Он вообще грузится как бешеный. Правда, боится солнечных ожогов, поэтому притемен. Тут и пронормировали его хорошенько, тем не менее, гроздей огромное количество. Это ж я вам одну половину показала. Там еще дальше другая закрыта. Вот он почти свои положенные все 6 метров и занял. Вот такие гроздочки. Они еще поднальются. Пока еще ягодка такая тверденькая. Вот с этой стороны заглянем. С этой стороны он начал уже окрашиваться. Ну, и здесь сразу видно, да, что вот начал окрашиваться и гроздь размерчик. Такой посолиднее. Это у нас Бруно. Горит вот такими яркими красками. Вот такой красавчик. И вот еще в другую сторону. А здесь у нас сигналочки Сон Анжелики. И вот на той стороне мы увидим окрашенные ягодки. Вот видите, какие ягодки красивые. Это у нас мальчик-спальчик. Первый урожай. Ну, спальчик. Реально спальчик. Ягода крупная. Размягчается. Она такая уже по цвету. Хорошо желтенькая. Вот тут еще его грозточки. Вот. Там немножко есть. Здесь уже чуть-чуть помельче. Во все окрашивается арабелла. Пока что еще она не производит такого яркого эффекта. Ну, тоже мы уже знаем, что она ягоду нальет. И будут вот такие хорошие, красивые грозди большие. Вот. Перейду на вторую плоскость. Ну, будет. Будет тут, чтобы посмотреть. Наташа Ростова с опылением по-разному. Ну, у Наташи Ростовой очень большого размера ягоды. Смотрите, вот такие есть грозди. Ну, есть разные. Вот. Тоже. Вот. Какая хорошая грозь. Всегда идеально зреет лоза. Ягодка уже начинает размягчаться. Потом станет розовенькой. И Наташа обалденный вкус. Тут тоже посмотреть. И покушать будет чего. Но я думаю, что вот-вот она начнет приобретать свою розовую окраску. Ягодка такая уже размягчается. Вот. Со второй стороны. Ну, и есть чего. Есть чего посмотреть. Мускат гурманный. Пока еще не налил ягоду в полную силу. Поэтому грозди кажутся скромноватыми. Кстати, очень тяжелый по весу. Просто очень тяжелый. В прошлом году мы вот, типа, вот такой грозди срезали. И она весила килограмм. Я когда срезала, я ее уронила. Потому что не ожидала, что она будет столько весить. И вот это четвертый год в кусту. И в прошлом году мы его загрузили. Наверное, килограмм 10 куста сняли. Загрузили так хорошо. Ну и что? И в этом году мы тоже видим неплохой такой урожайчик. Все это на двух плоскостях. Да, и опять же, все хорошо с узреванием лозы. Диковинная ягода такой причудливой формы. Это у нас Оскар. Здесь у нас кишмиш северный медовый аромат. Это его гроздочки. Гроздочки небольшие. Можно не нормировать. Он неприхотливый. И уже вот начинает окрашиваться. Дальше переходим к более молодой части нашего виноградника. Этим кустам третий год. Посажены они были весной 22 года. Укорененными черенками. Прямо на постоянное место. И первый у нас гамлет. Гроздочки, конечно, скромные. В то же время потенциал в ягоде виден. Потенциал большой. Гамлет плодоносит и на пасынках. В прошлом году мы это видели. Вот опять же начинает зреть лоза. И вот на той плоскости мы видим начало окрашивания ягодой. Здесь небольшие гроздочки из калибура. Но пока здесь ничего. Ягодка зелененькая. Вот такая у нас белая акация. Красивые гроздочки. Достаточно крупные. Ягодка такая, но еще не сильно начинает размягчаться. Но желтенькая по окрасу. Вот там на той плоскости мы тоже видим гроздочки. Здесь у нас Николь. Вот так вот хорошо нагрузилась. На самом деле тут побеги небольшие. Под листьями гроздей много. Надо ее разгрузить. Вот так тут есть на что посмотреть. Ягодка желтенькая, красивенькая. И вовсю размягчающаяся. Здесь у нас желтеет донская невеста. Чуть-чуть начинает ягодка размягчаться. Для первого урожая гроздочки такие скромненькие. Дальше Артек. Тоже гроздь небольшая. Но такая очень интересная форма ягодки. Такой вот ромбик. Да, даже лучше, чем у ромбика. Но потенциал размера ягоды тоже такой хороший. Но еще ягода зеленая совсем. Чуть-чуть начинает размягчаться. Но еще незначительно. Это у нас Энергодар. Розовенький вот такой. Красится. Какие-то гроздочки такие по размеру себе. А какие-то вот очень даже и неплохие. Такой интересный полосочками окрашивается. Это у нас сигналочки рамины. Розовеют. Это у нас белая леди. Гроздочка небольшая. Зато размер ягодки такой многообещающий. Желтенькая по цвету. Вовсю размягчающаяся. Ну, тут такая гроздочка не одна. Их несколько. И рядышком снежана. Ну, снежана скромненькая. Ягодка небольшая. Тут уже желтенькая. И еще совсем зеленая. Еще, значит, поднальет. Сюзанна красная пуля. Ну, ягодка, да, она, наверное, похожа на пулу. Гроздь многообещающая. Для сигналок, в принципе, и для этого года вполне. Но пока не красится. Еще розочки перцового черного. А вот это яркая красота. Это у нас зоренька. И вот с той стороны тоже зоренька. Вот так вот ярко и красиво окрашивается. Темную ягодку попробовала. И надо сказать, что, ну, закрыв глаза, ее уже можно было бы скушать. Кислоты нет, сахар есть, да, его бы еще поднабрать. Ну, в принципе, скоро, скоро, скоро будет готово. Вот это темненькие гроздочки. Это у нас сигналки Натали. Вот эти желтенькие ягодки. Это у нас барон, но еще не размягчаются. Просто желтенькие. Такой молочный цвет приобретают. Это у нас модница. Гроздочки небольшие. Ягодки желтенькие начинают размягчаться. Перцовый красный начинает окрашиваться. Но не надо думать, что он такой страшненький. Вот здесь гроздочки посерьезнее. Ну, тоже вот видно, что в тенечке начинает окрашиваться. Такая крупная ягода. Ну, видите, черный еще не красится, а красный уже. Ну, вот рядышком. Такие аккуратненькие гроздочки. Это подарок Ирине. И у которого уже во все зреет лоза. И у которого уже во все зреет лоза. Так, вот это у нас школьный вальс. Но пока еще ягодка такая зелененькая. А вот новичок легенда по размеру грозди. Конечно, пока что многообещающая ягода. То пока мелкая и зеленая. Но тут, скорее всего, что он вообще из каких-то замешающих почек пошел в рост. Поэтому пока и нечего на нем показать. Так, и вот это вот у нас Юпитер. Молоденький кустик. Я потом еще на даче буду показывать. Второй Юпитер. Начинает окрашиваться. Вот, начинает. Начинает ягодка розоветь. Вот такой вот у нас здесь Юпитер. Следующий у нас это Церава Сагра. Первое плодоношение. Мы его покупали, в общем-то, для технических целей. Но показывал в столовых. Почему? Потому что у него обалденно ранние сроки созревания. В общем-то, уже его можно кушать. Мы, честно говоря, не ожидали такие ранние сроки. Такие гроздочки. Немножко потрещал. Когда вот у нас были изливные дожди. Был прям ураган. С мужским именем Игорь. Немножко потрещал. Но вы видите, да, что грозди, в общем-то, есть тут еще что поесть. И кое-что мы именно поели. Почему еще чуть-чуть держим на кустах? Да просто потому, что были обработки. Ну, они были давно, но еще срок не вышел там. Эфатолом мы обрабатывали 30 дней. Еще немножечко надо подождать. А так ягода сладкая, сочная, с приятным мускатным ароматом. Хэллоуин во всем наливает ягоду. Я показывала, что он собирался окрашиваться. Ну, у него как-то прикольно начинают краситься носики. Потом они уже вроде как не красятся. Но теперь они уже точно красятся. Вот так вот ярко. Но видно, что ягодка начинает приобретать свою прозрачность. И выходим на финишную прямую. Здесь у нас очередная выставка. Но здесь вообще прививки. Был старый хозяйский куст. И мы решили его не выкорчевывать. А кое-что здесь привить. Ну, и так тут молодые кустики. Вот недоформировано. Поэтому получается вот такая выставка. Итак, значит, вот это темно-синее. Это у нас Каталония. Ну, Каталония здесь на своих корнях. Ну, как-то мне сначала казалось, что у нее совсем грозди растрепаны. Не совсем. Вполне себе крупная ягодка. Как-то вот для Каталонии свойственно наливать ее в процессе. И, в общем-то, Каталония. Смотрите, крупные ягодки еще не совсем готовы. А вот как здесь мелкие, вот эти уже можно кушать. Кислоты нет, сахар есть. Приятная. Вкусная ягодка. Но вот мы пока ждем. Я уже объяснила, почему. Вот это розовая красота. Желто-розовая. Это лазоревый. По-разному опылился. Где-то лучше, где-то хуже. Вот, да, есть. Вот такие грозди, вот эти, химии. И вполне ничего. Первое плодоношение. Вот такой красивый лазоревый. Уже чувствуется легкий мускатный аромат. Но еще ягодка кисловато. То есть еще ей подозреет. Но мускатик уже проскакивает. С этой стороны на прививке у нас рубиновая капля. Вот такие многообещающие грозди. Смотрите, вот она опылилась хорошо. Ягоды тоже такого хорошего размера. Но вот она постепенно, вот чуть-чуть начинает набирать окрас. Уже она немножко размягчается. И начинает набирать окраску. Вот это у нас соперник тоже начинает окрашиваться. Сейчас покажу другие грозди. И да, есть вопросы сопыления. Но, смотрите, потенциал по ягоде, по размеру здесь очень хороший. Вот он начинает окрашиваться, мелкие ягодки. Ну, смотрите, вот здесь тоже потенциал у ягоды хороший. Проблемы с опылением. Почему могут быть май раз холодный. Вот эти перепады плюс-минус. Могли дожди быть во время цветения. Ну, и здесь так густенько. Особо нам времени с этим всем нянька-сы нету. Поэтому как есть. Ну, а как есть, на самом деле не так уже и плохо. Ну, а вот эти гроздочки так красиво окрашивающиеся. Неравномерно сначала начинает носик. Потом уже переходит к хвостику. Вот это гроздочки эталона. Ну, тоже он еще подольет ягоду. Это еще ягода не в полном размере. Вот покажу его с другой стороны. Тем временем наша экскурсия подходит к концу. Возможно, что я что-то пропустила в процессе съемки. Ну, значит, покажем уже, когда созреет. Также еще будет продолжение экскурсии. Покажем еще, как все созревает на нашем дачном участке. Почти все, что вы сегодня увидели, у нас будет в Саженцах. Школка растет. Каталог мы обновим к концу августа. И тогда можно будет делать заказы. Надеемся, что вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Про обновления я вам уже сказала. И наши контакты. До новых встреч!